Тема изучена, исследована, ископана, уже не о чем говорить. Но за последние два года, смотря на фотографии с разных мест Украины, видов этих валов, я обратил внимание, что историки могут где-то с археологами ошибаться. Уже договорились о том, что эти валы – это оборонительные. Оборонительные от нашествия как татар, так и кочевников. Но масштабы этих строений удивляют всех. В одной только Украине эти валы более трех тысяч километров. Такие же валы есть по всему миру, только они по-разному называются. В Украине принято называть эти валы «змеевыми», так как это название «змеевые валы» появилось в XIX веке. До этого никто «змеевые валы» не называл. Значит, карту, которую я вам предоставлю, это составил мой один товарищ, это со спутника. Это часть Киева и часть Черкасская область, это Днепр. Как левый берег, так и правый видно масштабы этих валов. Красные – это «змеевые валы». Черным, если видно, это идут современные железные дороги. Очень хорошо можно сравнить, какие идут направления. Археологи занимаются первой карты, составленной «змеевых валов». Это XX век. В XX веке определились, что эти валы, некоторые из этих валов стали называть «змеевые», так как в них есть деревянная конструкция, это сруб. Деревянная конструкция – это вот такой план. Это начертили археологи, которые раскопали. Самих бревен в валах нет. Это чисто визуально. Они уже просто загнили, истлели за, можно сказать, тысячу лет. Огромные насыпи, которые в высоту, именно вот этот, в высоту идет 8 метров. Ширина его в нижней части доходит до 30 метров. Это Полтавская область, городище Бельское. 37 километров идет, это только валов. Вот это следы ископанные. Это и археологи, но большинство – это производство селитры. Это при Богдании Хмельницком, это чисто его была земля, где он курировал производство селитры, занимался. Можно передать? Да. Дальше с высоты земевый вал – это под Киевом. Называют его Кругликовское городище или Кругликовский вал. Там есть село такое, Круглик. Вот это идет вал, который проходит на расстоянии, ну, может быть, там километров 10. Тоже высота его 8 метров, где-то 6, где-то 5. Но ширина также идет 20-метровая ширина. Дальше идет такой же швал. Это Немировское городище, это район Винницы. Археологи брали радиогулироводный анализ, сделали с 15 валов, с участков валов. И если есть на чем делать радиогулироводный анализ, там делали. Эти бревна, которые слели радиогулироводный анализ, показал период 150-й год до нашей эры и 500-й нашей эры примерно. Ну, так как все знают, что радиогулироводный анализ – это 800 лет, он может в одну сторону и в другую. Валы проходят по селам, проходят на селах, проходят через древние городища. Даже проходят по курганам. Это можно уже судить о том, что они, например, не древнее, чем какой-то из этих скифских курганов. Есть, пересекают городище. Есть, которые доходят до какого-то городища и останавливаются этот вал. Но они все в полях, они все прямые. Где-то ближе к городам они видоизменены за какой-то определенный период времени. Была война, там, 43-й год. Сталин по всей линии сделал в этих валах доты из бетона. Просто укрепрайон сделал. От этого много чего было изменено. И сейчас, если прийти изучать этот вал, то датировку даже тяжело будет определить. Когда он сделан и как. Это киевский ур, да? Куир, да. У нас каждое 100 лет война. И каждые эти 100 лет определенная часть валов, она подстраивалась под эти войны. Где-то строили деревянное укрепление. Сейчас эти археологи говорят о том, что должна была идти по этим валам деревянная какая-то застройка, как засека из бревен по всей длине. Но эти валы по летописям, они вспоминаются 1050-й год, 1100-й год, 1160-й год. Но только упоминаются как ориентиры. Это то, что проходим какой-то вал, проходим там валкей или что-то еще. Да, они есть. Но нигде нету в письменных источниках, в летописях упоминания, кто строил и когда. От этого можно говорить, что это... Значит, в каждой стране есть свое название. В Украине появилось название Змеевалы только в 20-й век. А Троянов вал, я хотел его вспомнить чуть-чуть позже, подвести под это, но он начинается в районе Одессы, идет в Молдавию и идет в Румынию. Такой же вал есть в Монголии и России, который называется вал Чизинскана. Я его недавно... Я составляю карту валов этих, я недавно только даже внес этот вал на карту. Этот вал тоже идет очень большой, но там на добавление есть какого-то камня. Какой материал был, такой и добавляли, да. Но наши валы, киевские, все историки говорят, что это строили скифы, времена скифов. Так как племена скифов были много разных. Это как скифы назывались, как сейчас, советский человек, Советский Союз, Советский Человек. В Советском Союзе жили очень много народностей. Так и скифы. Скифы это вот такие вот люди как бы... Потом Геродот рассказывал, кто-то земледельствием занимался, кто-то скотоводством. Это в принципе так, как оно и есть. Территория определенная была под... Но так как у скифов не было деревянных, не было металлических лопат, можете только подумать, как они эти гигантские валы строили. Есть пример, как строили эти валы. Оборонительные защищались от кочевников. Она одна и есть. Больше других версий нет. Потому что... Есть еще версия о том, что... Ваша версия же альтернативная. Она нестандартная. Значит, вот как строили, например, Магнитогорская железная дорога. Значит... Лопаты я передам. Лопатами рядом Вырезалась, в принципе, эта земля. И повозками она в эти валы, в насыпи выстраивалась. Так вот, как бы... Вот такие оставляют пирамидки. Сейчас спор идет, ну, для чего. Никто не знает, почему они оставляются такие. Ну, кто-то говорит, потом считали землю, сколько выработка, да. Ну, я думаю, это, наверное, скорее всего, так вот высоту вымеряли, глубину, вернее, сколько можно было копать. Такая же темная фотография. Тут тоже есть, как валы. Передавай, смотрите. Ну, вообще, непонятно, когда они могли строить. Смотрите, если они сливой сделают, зимой холодно, земля не поговоришь, когда ее строят? А еще же, извините, 30 метров основания и 8 метров... Слушайте, а охранять. А охранять. А вы смотрите, они пока строят этот кусочек, его же взяли кочевники и оббежали там. Есть тюмники, которые... Ну да, я вот представляю, представляете, какая гигантская стройка. Это же не Днепрогес, там-то вот Днепрогеса. А тут 3000 километров, и вот это скифы должны были все бросить и строить, понимаешь, что вот только односоподземный. Ну, когда? Верамиды в Египте строят. Поэтому какая ваша альтернатива? Вот мне так интересно, ну, логика, вот я человек такой... Вы считывали, считали все поселения, которые есть, находились в этом участке, которые найдены, которые упоминаются, сколько людей жило в этих поселках, в селищах, да, то можно предположить о том, что работала каждая семья на этой территории. Это значит, если письменных источников нет, упоминаний, то через детей передавалось бы воспоминание о том, что кто-то там где-то строил. Грандиозный строй, каждая кота вообще. Да. А так что-то никто не помнит из нашей... Они все разные. Значит, есть высота начинается... Самый высокий это где-то 8 метров. Идут 6-ти метровые, но говорят, они просто со временем как бы осели, расплылись, да. Но когда официальная версия говорит о том, что это оборонительные валы, то встречаемые валы, большинство, там, тысячу километров валов, которые высотой 0,5 полметра, а в ширину 12, то говорить, кого они могли остановить, какую конницу, каких воинов. Дальше каждый этот вал, вал он имеет ров. Это выборка земли, которая, скорее всего, туда брали и... Да, но эти валы пересекают и заболоченность, и в местах заболоченности. Это насыпь вал, он технически был очень умно сделан. Насыпалось несколько слоев, и это, как сейчас, делаются железные насыпи нашей железной дороги, которая с учетом местности добавляется туда и грунт, и песок, для того, чтобы вода проходила, и тот же щебень вниз, в общем, это многослойная такая... Это делаем инженерное сооружение, получается. Да, есть и двойные валы. Это такие, как наши железные дороги, двое пути. Есть село Пилипча, он... И вот только со спутника он сильно зарос. В общем, тяжело его увидеть, только со спутника видно вот такая вот, как бы, просека. Такой вал, такой двойной есть, как пример, в Крымроге. Я начал обращать внимание и на что они похожи. Есть ли в современность такие постройки, для того, чтобы было понять. И, например, такие же двойные валы, как вот Пилипчанский, я нашел в Крымроге. Вот это вот стопроцентная железная дорога двойная, которая была в 50-м году разобрана, так как она... Карьер остановили, добычу остановили, и она потеряла свою... Зимевые валы, они на вид какие-то, как бы, поплывшие, они неровные. Есть где-то спуски, где-то провалы. От этого говорить, что там была, например, какая-то древняя железная дорога, или даже простая дорога, ну, тяжело. Но когда я начал обращать внимание на железные дороги, которые современные, это тоже недостроено. Сталин строил-устроил и бросил. Все это ввалилось, и появились провалы, которые... Вот они очень сильно похожи на современные железные дороги. Это на Ильич, что за полярным кругом, да? Да, это Салихарат и Гарка, да. Это Одноколейка. И этим змеевым валам надо предполагать, например, две тысячи лет. То есть, не какие-то... Ну, тысячу. Как-то клеит тысячу лет. Не какие-то ветер, шторм, снег, дождь не разрушивают. То есть, они так вот стоят и не поплыли. Ну, курганы так уже стоят. Сколько тысяч лет стоят? У меня появилась версия о том, что эти змеевые валы – это древние железные дороги. Но им не тысячу лет. Я думаю, им максимум 500. Пример. Вверху современный. Современная железная дорога. А внизу – это вал. Тоже похож на вид. Ширина валов такая же, как и современная. 10-12. Если это узкоколейка, скорее всего, там 5 идет метров. Высота и полметровая, и метровая, и трехметровая. В общем, это разное. Есть большинство составленных карт 20 века. Путешественниками, историками эти валы не сохранились. Так как они сейчас, они просто в полях распаханы. И их увидеть можно, это снять чернозем, который распаханный. И только можно по следу увидеть эти валы. Это вот можно такой пример показать. Вот почему еще называют змеевый вал. Там кто-то кого-то запряг и пропахал. Вот это, наверное, с этой историей. Очень похоже на змей, который. Но почему такие волны идут? Это строительство железных дорог специально для того, чтобы, если грузовой поезд, он быстрее может остановиться. Так как вот этот поворот, он тормозит, способствует торможению этого поезда. Все железные дороги, первые, они строились только технически. Это или карьеры, или что-то разрабатывать. Какие-то, в общем, это технические, это не пассажирские были. Это уже, когда уже появились пассажирские, это уже более, ну, роскошь там, возить кого-то, да. А у нас, если пролаживалась железная дорога, то она вела куда-то для того, чтобы какие-то полезные ископания копать, выбирать и все, да, что-то вести. Вот от этого дороги, они помогали притормаживать этот поезд, потому что были все, все были гружены. Троянский вал, который идет в Молдавии, Румынии, он очень интересный в том, что это уже всеми историками доказываю написано, есть в нем такая загадка о том, что ров, который выкапывался для защиты, он идет со стороны нападавших, так как он задерживает, вот, в ров может быть вода поступать, там, он задерживает эту конницу перед подъемом на этот вал. Но в Троянском вале, это очень интересно, сам этот ров идет со стороны защиты. И все историки говорят, вот это тот один вал, который под сомнением о том, что он защитный. Потому что от кого не могли защищаться, еще ров был. Но есть валы, которые находятся в Крыму. Это Керченский полуостров. Эти валы тоже в 43-м, они... В них были и окопы, в них были и доты. Все это применялось под, как раз уже под эту войну. Но этим... Эти валы, которые нанесены, они сохранились. Они явно есть, и высота их там метровая, она небольшая, полтора метра. Так как они якобы оседают, все. Но если присмотреться, то все эти валы куда-то не ведут. Откуда-то начинают, куда-то ведут. И все, но... Такое ощущение, что тут что-то грузили, да, сюда отдавали, а тут дальше куда-то плыли, подвозили. Потому что, если один из... Вот тут очень много карьеров. Карьеров, которые камень добывался. До сих пор там... Скифское, а не Мировское городище. Сами люди жили вот тут. Вот это Скифское городище, которое в диаметре, оно идет 1100 метров. Километр всего еще. Да, километр. Но этот вал, он 8-метровый. Высота его очень большая. Вот эта часть, она тоже обнесена маленьким валом. Но вот этот вал есть... Вал, который просто защищает, опять же, не от нападавших, а защищает от разрушения этой части. Потому что, если убрать этот вал, то появятся балки, появятся обрушения берега. Потому что вода, которая с полей стекает, она просто уничтожает. Ну, если смотреть, когда после дождя, то по чернозему прям течет ручьи и ручьи. Вот это вот маленький вал, который городище это ограждал. А вот эта часть, которая оборонительная, кого она оборонялась, непонятно. И такой пример я нахожу современную железную дорогу, которая находится... Вот этот поворот, который в диаметре 1100 метров, это на Верхней Хортице. Вот эта балка партизанская, которая... Запорожье, которая... Хортица начинается с нее. Вот это истоки Хортицы. И вот этот поворот, он находится перед как раз вокзалом. Верхняя Хортица. Опять же, для чего такой поворот? Тормозить поезд, обойти эту балку? Как все тут? Диаметр 1100, такое совпадение. Такие же валы высокие, 6-8 метров. Все похоже. Ну, почему не было? Ну, просто, может, и называли. Вот Троянский вал, да? Многие говорят о том, что надпись Троянов или Троян, да? Он очень похожа на трамвай. Если там латиницей писать, оно где-то схоже. И, значит, если Трояновал, возможно, это был электропоезд. Трамвай у нас от чего? От электричества. Название там как раз и забито в этом. Вот, возможно, это была как раз электро-какая-то ветка, где ходил. Если мы говорим, что поезда, где же они, вагоны, все это делось. Значит, в России есть в Нижнем Тагиле, в музее, вот такая мемориальная доска, в которой упоминается за Демидовых 4 даты. Но 2 даты упоминаются без единички. Единичка – это тысячу. Это могла быть и И, и от Иисуса, или как. Ну, вообще, по этим датам очень много споров. Может быть, как раз вот это правильная дата, 725 год, когда они выпускали паровозы. Может быть, в 725, опять же, за Демидовых. Им все досталось, не было. Но у нас с датами проблемы. Так, а все-таки, да, датировка по вашим... 300 лет назад. А, то есть, что они не такие уж старые, да? Да. Если они уже были в старых летописях, да, там, пройдешь, а вали, там, какая-то дружина куда-то ишла, зупинилась, ориентиры, и завжди там, они их згадывают. Ну, летописи у нас, это ж не оригиналы. Это все копии. Можно усомниться. Да. Переписываю каждый его под себе. Ну, вали-то уже вали. Как ориентиры. Да. И это были самые вали. Да. Это 1100-1150 год. А я говорю, за 725 уже были паровозы, и их в Тагиле штамповали. Ну, Трояновы вали, они же схожи. Да. Это, в принципе, аналог, да? Это, да, это Римская империя, это их дело. Ну, Трояновы вали. Там же есть такое, что императору Троянов, их прорисует, борьбы там с даками, там славянами, там с кифами, кем загодно. А Троянов, я никак не помню, когда он был до нашей эры, или после нашей эры. Ну, это Рим. Рим. Да. Ну, это была граница Римской империи? Ну, насчет границы, я не знаю, Бессарабия, кто там был. Ну, с даками они постоянно вывывали, а даки, это Бессарабия, Румыния, Валахия и так далее. Ну, от кого они тогда защищались, если этот ров идет с другой стороны? Может, все-таки копнуть дальше, взять, допустим, Велесову книгу, да? Там вообще, там, 10 тысяч роков назад, про великой женщины написано. Ну, если ее поковырять, почитать, так, может, это была взагалі, какая-то захисная линия между гиперборецами, мегатлантами, там, 20 тысяч роков и тому. Если это идет и по всей Монголии, и по всей Украине, это масштабы, это такое ощущение, что когда-то это было одно единое. Только, опять же, эти валы, они, как и у нас, железные дороги. По России, по Украине одни стандарты, это именно в колее, да, в рельсах, где-то шире, где-то уже. Но валы, в принципе, все одинаковые. И они до определенного доходят. Они построены так, в той стране так построены. Но это по всему миру. И я веду еще к чему. Есть карта, это карта Ричи Занони, 1772-1774 год. Это река Днепр, это Южный Бух. В районе есть село Змеевка. И по вот этой линии проложено по договору 1740 года межевание, граница с татарами, вернее, с турками. Вот эта линия, я начал искать следы. Какая она была, потому что на карте есть, она нигде не описана. Что это за линия с крепостями? И крепости четкие написано, название там, крепость Антонова, там, крепость, в общем, все это есть. Где же сохранилось, да? То я нашел только маленькие остатки этой линии. Это район Вознесенска. Вот где-то вот тут я нашел эти остатки. Больше нигде ни крепости, ни этих линий нет. И эти остатки, они вот идут как двойной вал. Половина железных дорог современных проходят по старым валам. Все это описание есть в интернете о том, что часть вала была задействована как раз под новый. В нашем районе Верходнепровска, железная дорога наша Екатеринаславская, она тоже идет по определенной части вала. Вал этот, он, часть этого вала сохранилась, которая на правом берегу Днепра, в районе Верхнеднепровска, есть бывшее село Рым, которое местные все, и в истории этого района написано, что строили якобы римляне эту дорогу. Но эта дорога, как сейчас она выглядит, как отводной канал, потому что ров сейчас больше в три раза, чем сам вал. Но часть вала, которая сейчас на него заходит, асфальтированная дорога, так она идет. Но когда она доходит до Днепра, на той стороне Днепра идет продолжение этой дороги. На картах, на старых, эта дорога указана. Но сейчас она идет, эта дорога как раз, канал Днепр-Донбасс. То вероятность в том, что это был, опять же, и канал, и какая-то дорога именно с валом. Она сейчас, в принципе, и осталась. Дальше. Куда делись эти все паровозы? И, ну, не факт, что это были паровозы, это могли быть и электровозы, и газовозы, и я не знаю, как, как сейчас. Да, можно спросить, куда сейчас делись автобусы, которые ходили по железной дороге. Есть фотосогранизм фотографии, это где-то западная часть Украины, где ходили автобусы по железной дороге, это же как-то они еще назывались. В войну там осталось их два, потом на металлолом срезали. Никто этого не видит, не знает, а куда-то что они делись. Так и эта техника, она просто переплавлялась, просто гнила. Оставить сталинские железные дороги, там тот же ЖГУЛАГ, там очень много было брошено техники. Оно все стояло, фотографии есть там 50 лет назад, еще техника ржавая, а сейчас фотографии есть, где техники вообще нет. Ее растащили, у нас любое здание, любой дом, все местные просто разрывают их. А так как у нас, помню, и пионеры собирали металлолом, и все, то когда была какая-то война, то этот металл полностью весь уходил, переплавлялся, и я не думаю, что это должно быть, сохранилось. В каркасе, да, скорее всего, что этот каркас, он и был изначально. Его делали из бревен, а потом просто уже засыпали, потому что у нас же и пожары, и все, и все. Но версия моя какая, о том, что железные дороги были и для чего не нужны были. Я считаю о том, что железные дороги, это была массовая вырубка деревьев, которые просто она была куда-то вывозить. Вот территория Украины полностью вся была очищена от деревьев и вывозили, ну куда, куда дороги идут. Румыния и пошло туда, в ту сторону, куда-то вывозили. Так же ж и Россия, все леса, вся тайга, деревья, все одинакового диаметра, стволы одинакового диаметра. Можно высчитать там, ну 300 лет. Все, нету деревьев, которым старше. Есть, ну, что такое лес? В нем есть древний, старый лес, в нем есть и тоненькие деревья, да, и толстые. Он разный, один усыхает, падает, его там вырубают, да. Опять же, кто высаживал эти тайгу всю? Кто высаживал, ну, было при Сталине там программы пол Украины засажена, да. Но есть места, Россия, она же огромная, туда, они только вертолетами летают, да. И все леса молодые, нету больше 300 лет. Взять другие страны, там, да, там есть. Но опять же, деревья разные, по-разному растут, по-разному. Надо условия для деревьев. Зачем рубить деревья? Не в том, что в этой тайге я не жил. Зачем эти деревья рубить тогда? Чтоб продать. На этой территории бегали индейцы, вот я говорю, грубо говоря, скифы, какие-то племена, да. А какие-то большие дядьки с техникой, с огромной индустрией сюда приехали, и все это забирали. Очень много на территории Украины карьеров, которые опустошали эту землю, выкапывали. И сейчас это продолжается, с газом так же же качается. Все это, ну, южная... Ну, это еще накопитель информации. Ну, это как на Майдане. Пули и все. Ну, накопитель информации. Деревья применяли. Как и сейчас, да. Взять Трипольскую культуру. У них дома были двухэтажные, деревянные. Да, это настолько было... Сейчас даже не у всех. Дома двухэтажные. Это только вот едешь за... Я объездил Ивано-Франковскую область позапрошлом году и специально проложил путь как раз вот по селам. Дороги такие, как и у нас были разбиты. А дома все, все, ну, в принципе, двухэтажки. Везде красивые заборы. Нету... Села у нас не по Питовской области, а в каждом селе был. То у нас двухэтажки, это очень, ну, странно даже. Двухэтажный дом, это уже кто-то живет. Вот так одноэтажки, все, живут там намного получше, красивее. Это говорит о том, что достаток. И вот Трипольская, это же культура. Все дома были двухэтажные, большие. Значит, дерево было. И все говорят о том, что деревья были. И Евраницкий тот же писал, что там леса были. Везде все большое, да. Вся Самара была, лес. Все, то деревья были. И вот это, за скифов даже говорить, если они строили, у них лопат, металла не было. Чем они копали, непонятно. Ну, пусть будут деревянные лопаты. Но когда растут деревья, корни, как можно копать, как можно, да. Ну, взять, по примеру, курганом, как-то, что они это насыпали. Значит, теоретически, да, они могли это строить. Но когда это, у нас есть участки по 100 километров сохранились, валов 100 километров, это как можно насыпать? Сколько этого надо делать? Тем более... Дерево лопаты меняли, металлические привозили? Я думаю о том, что скифы, они просто были использованы в строительстве. Может быть, как нашу рабочую силу, как я привожу, пример, сюда Южную Африку. Сейчас там, сто лет назад, и сейчас такие же живут скифы, как и у нас. С луками, с топорами. Сохранились фотографии, сто летней давности путешественники фотографировали. Были такие племена воинственные, такие же сохранения, и такие же соломенные хатки, как и у нас были. Все у них, это сто лет назад. Сейчас там несколько племен сохранилось, которые внесены в защиту. Их там, они не пользуются. Они пользуются только пакетами от... Больше ничего не берут от нашего мира. Но буквально там чуть-чуть проехать, есть огромные карьеры, работают огромные экскаваторы, копают алмазы, руду и все это. Но просто вот эти вот именно племена, они им дали автоматы и кроссовки, и все. Они осовременились, и все это заброшено. Но если пойти, то у них же такие захоронения, как и у нас в древних временах, и такие же поселения, тоже и трипольскую культуру сравнить, все одинаково. Просто у них, да, у них может одежда не такая чуть была, но у нас там другая. И вот кто-то сюда приехал, проложил, у них техника была, у них все. Они проложили в Австралии добычу бокситов, руда. Вот это вот, вот такая маленькая техника, а вот это идут валы. Они идут насыпные, вот такой техникой. Их насыпают вот такие вот валы. Вот и получается у нас несколько видов, как сделать эти валы. Вот приехала техника, у которых были или металлические лопаты. Такую технику на бик надо ставить, просто по грунту она ходит медленно. Шпала на него не требуется. Ее привезли взять карьер в поселок Чкаловска, это Никополь район. В Женикидзе. В Женикидзе, да. Там техника, которая, сколько там, 60 метров в высоту, это троторный экскаватор. Их там много трудится, но их вот так вот привезли туда, собрали. Они отработали, у них ресурс 60, ну пусть 100 лет. Все, их никуда уже потом не перевозят. Взять Морозовский карьер, который Кировоградская область. Отработали они все там такие экскаваторы. Их порезали и увезли. Все, их никуда не перевозят. Самые большие экскаваторы у нас есть, это американские, они там 90 метров в высоту. Их тоже, они сами шагают, они сами переходят, но у них есть свой ресурс. 60-70 лет. Вот такое ощущение, что на какой-то технике приехали туда. Потому что во всех, в этих сказках говорится о том, что там Кожемяка запряг змея и пропахал им вот эти валы. Значит, пропахал это как ключевое слово. Их не копали, а их пропахали. Так и тут. Какая цивилизация более развитая, чем здесь вот на Украине, которая приехала, накопала эти валы? У нас и сейчас. У нас и сейчас. Конечно. Мы берем... Недавно мы помним это, как индейцев в Америке уничтожали. Да, все, их там практически нет. Остались какие-то тоже внесельные их там, эти племена там, они там еще живут. А так все, индейцы опять, мы их называем все, а они себя индейцами и не называют. Так и скифы, может, и не называли себя кем-то, ну, скифами, а был кто-то другой. Вот. Может, как раз скифы... 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 Скифы...